Подписывайтесь на наш канал EMC-UKRAINA и будете в курсе самых свежих новостей и актуальной информации не только об экстренной медицине. Для этого вам необходимо авторизироваться на видео сервисе YouTube и подписаться на наш канал EMC-UKRAINA. Рады вам сообщить о том, что у канала появился свой уникальный адрес EMC-UKRAINA1. Теперь наш канал найти очень просто. Смотрите ссылку на экране. Накануне реформы здравоохранения Украины. Или о чем молчит МОС. Исполняющая обязанности министра здравоохранения госпожа Уляна Супрун собирается позаимствовать так называемую британскую модель медицины и внедрить ее в Украине. Давайте разберемся в том, что же нас ждет по словам и у министра. К тому же британское здравоохранение сегодня находится не в самом идеальном состоянии и само нуждается в реформировании. Главная проблема всех стран и Британии отнюдь не исключение, заключается в отсутствии достаточного количества врачей, а потому попасть на прием к врачу крайне трудно. В Великобритании сегодня существует такое понятие как лист ожиданий. Это когда очередь на прием или на операцию растянута на несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет. Поэтому, это ожидание не могло не отразиться на работе парамедиков. У них существенно увеличилось количество вызовов к хронически больным с обострениями. В Британии существует два вида финансирования медицинского обслуживания – частный и государственный. Государственный, как вы уже догадались, бесплатный. Также существует множество государственных программ, по нашему субсидии, которые частично возвращают больному примерно 20% расходов на лечение, в том числе и на приобретение медикаментов. Компенсацию расходов на лечение получает именно больной, а не облздоров, больница или аптека. В такой системе реимбурсации возможность хищения этих денег отпадает. Теперь вспомните, как это происходит в Украине. Также существуют определенные категории граждан, которые получают медицинские услуги бесплатно. Это социально незащищенные слои населения, безработные, которые должны быть официально зарегистрированы, пенсионеры, беременные и дети возрасте до 6 лет, больные с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, гипертонией, эпилепсией и другие. Эти категории имеют специальную медицинскую карту, которая дает возможность получить любое лечение в частной клинике или в государственной, бесплатно. Все расходы покрывает государство. Британские и украинские системы здравоохранения структурно мало чем отличаются, те же районные больницы, областные и республиканские могут различаться только названием, а по объему помощи почти не отличаются. Но на этом здесь совпадения заканчиваются, особенно когда речь идет об источниках и объемах финансирования, от которых, кстати, зависит объем помощи на каждом уровне. Первое отличие и, наверное, самое главное это то, что в Британии государство на здравоохранение выделяет от 9 до 11% УВП страны. В Украине это совсем другая цифра – 2,7% УВП Украины. Второе отличие – почти вся медицина частная. Семейный врач General Practitioner GP ведет частную практику. Центров ПМСП, как в Украине, нет. Британский семейный врач обычно имеет частный кабинет над аптекой. Он оказывает помощь жителям своей зоны ответственности и всем, кто к нему обратился со всеми назалогическими формами заболеваний в дневное время, с 9 утра до 18. В нерабочее время с 18 до 23 часов и в выходные дни принимает и выезжает на вызову дежурный врач, один на несколько районов, называется такой врач-кэр-доктор. Возможен выезд врача на вызов и ночью, но строит это удовольствие с 18 до 9 утра следующего дня 65 евро. Если вдруг британец заболел, он обращается к семейному врачу. Ставит прием для условно здоровых и работающих примерно 45 евро, при минимальной зарплате в 1550 евро в месяц. Кстати, если врач хороший, то пациентов у него больше. Территориальное деление полностью отсутствует. Больной может в любое время изменить своего GP. Кроме того, если вдруг внезапно настигла болезнь и больной не знает, что делать, в Великобритании существует колл-центр с единым номером, который всем известен и больной может получить консультативную помощь от медсестры-оператора по поводу дальнейшей тактики по лечению. В Украине такие колл-центры также уже существуют при центрах экстренной медицинской помощи, там врачи по телефону консультируют по различным медицинским вопросам. Аптеки работают только днем. Такого количества аптечных киосков, как в Украине, нет. Это объясняется очень просто. В больницах есть все необходимые лекарства, там выставят только счет за лечение. Тот, кто нуждается в лекарствах за пределами больницы, обязательно должен иметь именной рецепт от семейного врача на те или иные лекарства, потому что в аптеке лекарства можно получить только по именному рецепту. Никаких лекарств без рецепта. Никакой рекламы лекарств по телевизору. Отдельно следует сказать заведение беременности и роды. Напомним, что материнство и детство находятся под защитой государства, поэтому все профилактические осмотры, лечение при осложнениях течения беременности, а также лечение детей до 6 лет, бесплатное. До 20 недели беременную наблюдает GP, только на 20 недели беременная попадает гинекологу и проходит УЗИ. Если патологии беременности нет, дальше до 38 недели беременную ведет GP. С 38 недели гинеколог в этот срок решается план будущих родов. Сами же роды проходят по следующей схеме. В больнице рекомендуют следующее. После того как отошли воды, роженицей необходимо принять душ, поесть и только через 5-6 часов после отхождения. Вот рекомендуют появиться на роды, кстати сказать, собственным транспортом. В Украине не все так просто как кажется, так взять и сломать все не получится. Кроме того необходимо учитывать постсоветский менталитет большого количества граждан, которые уже достигли старшего и пожилого возраста, глядя на все это перспективы прорисовываются не совсем радужные. Кроме того 49 статьи у Конституции Украины никто не отменял. Изменениям будут сопротивляться и сами врачи, потому что большинство ничего не хочет менять из-за боязни и ответственности. Сегодня в Украине существует огромный дефицит врачей и общей практики семейной медицины. Чтобы обучить или переучить, нужно немало времени. Здесь то и появятся те самые многомесячные листы ожидания консультации или лечения за бюджетные деньги. А что делать с теми категориями населения, живущих за чертой бедности, которые не имеют доходов? Кто будет оплачивать ежедневную доставку лиц без постоянного места жительства в приемные отделения дежурных районных больниц, особенно в холодное время года? Очевидно, что опять мы, налогоплательщики, ощутят на себе улучшение медицинского обслуживания от внедрения реформы только те, кто родится уже после внедрения этой реформы и только при условии изменения системы финансирования здравоохранения на Т-модель, где адресную помощь от государства получает пациент на свой банковский счет. Улучшение от внедренной реформы прежде всего сразу почувствуют врачи. В связи с тем, что за каждым лекарственным средством нужно будет обращаться к семейному врачу, уважение и отношение к врачу радикально изменится. Кроме того, минимальные должностные оклады врачей будут составлять не менее 2,5 минимальных заработных плат за июль месяц прошлого года. Это восстановит утраченную социальную несправедливость и будет стимулировать врачей больше учиться, а не торговать на рынках. Давайте более детально познакомимся с основными тезисами будущего закона Украины номер 63-27 «Люгосподарственных финансов и гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». Приносим извинения за скорость чтения. Статья 3. Государственная финансовая гарантия предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. В соответствии с настоящим законом государство гарантирует полную оплату согласно тарифу за счет средств государственного бюджета Украины предоставлений гражданам необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий. За счет государственного бюджета Украины отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мер борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанные с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы других программ в области здравоохранения, обеспечивающих выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины. Права и гарантия в сфере здравоохранения, касающиеся медицинского обслуживания, обеспечения лекарственными средствами, предусмотренные другими законами Украины для определенных категорий лиц, финансируются поддельным программом за счет средств государственного и местных бюджетов, целевых страховых фондов и других источников, не запрещенных законодательством. Дополнительные государственные финансовые гарантии о предоставлении медицинских услуг и лекарственных средств могут устанавливаться законами Украины. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут финансировать местные программы развития поддержки коммунальных учреждений здравоохранения, в том числе по обновлению материально-технической базы, капитального ремонта, реконструкции, повышения платы труда медицинских работников, программы местных стимулов, а также местные программы предоставления населению медицинских услуг, местные программы общественного здоровья и другие программы в здравоохранении. Статья 4. Программа медицинских гарантий. В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств государственного бюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной медицинской помощи, вторичной, специализированной медицинской помощи, третичной, высокоспециализированной медицинской помощи, Палиативной медицинской помощи. Медицинской реабилитации. Медицинской помощи детям до 16 лет. Медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Статья 6. Права и обязанности пациентов в сфере государственных финансовых гарантий. Пациенты имеют право на получение необходимых медицинских услуг и лекарственных средств надлежащего качества за счет средств государственного бюджета Украины, предусмотренных на реализацию программы медицинских гарантий, поставщиков медицинских услуг. Бесплатное получение информации от уполномоченного органа или поставщиков медицинских услуг о программе медицинских гарантий и поставщиков медицинских услуг этой программе, которые могут оказать необходимую пациенту медицинскую услугу. Возможность выбора врача пациентам в порядке, установленном законодательством. Предоставление врачам, при этим лицам права доступа к персональным данным и другой информации, содержащейся в электронной системе здравоохранения, в том числе и информация о состоянии своего здоровья, диагнозе, а также о сведениях, полученных во время медицинского обследования, при условии соблюдения такими лицами требований закона Украины о защите персональных данных. Получение от уполномоченного органа информации о лицах, которые подавали запросы о предоставлении информации, содержащейся в электронной системе здравоохранения, о таком пациента. Обжалование решений, действия или бездействия поставщиков медицинских услуг или уполномоченного органа и его территориальных органов в установленном законном порядке. Судебную защиту своих прав. Обращение в Совет общественного контроля за действием или бездействием уполномоченного органа. Иные права, предусмотренные законодательством. Пациенты обязаны Предоставлять соответствующим предоставителю медицинских услуг достоверную информацию и документы, необходимые для получения медицинских услуг и лекарственных средств Проходить профилактические медицинские осмотры в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья Выполнять медицинские предписания врача и соблюдать правила внутреннего распорядка поставщика медицинских услуг Выполнять другие требования, предусмотренные законодательством о здравоохранении Статья 9. Порядок получения медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий В случае необходимости в медицинских услугах и лекарственных средствах по программе медицинских гарантий пациент обращается к поставщику медицинских услуг в порядке, установленном законодательством. Пациент реализует свое право на выбор врача путем подачи предоставителю медицинских услуг декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь. Поставщикам медицинских услуг запрещается отказывать принятие декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь и ведение пациента, в частности, на основании наличия пациента хронического заболевания, возраста, пола, социального статуса, материального положения, зарегистрированного места жительства и. Д. Кроме случаев, предусмотренных законодательством. Предоставление медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, связанных с вторичной, специализированной, третичной, высокоспециализированной, паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации, осуществляется по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, или лечащего врача. При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные средства по программе медицинских гарантий предоставляются пациенту на основании рецепта врача-аптекой, владелец которой заключил договор о рембурсации с уполномоченным органом. Статья 10. Основные принципы оплаты медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий. Для всей территории Украины устанавливаются единые тарифы оплаты медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, размеры рембурсации лекарственных средств, предоставляемых пациентам по программе медицинских гарантий. При расчете тарифов и корректирующих коэффициентов базой для определения компонента оплаты труда медицинских работников является величина, являющаяся не менее 250% средней заработной платы в Украине за июль года предшествующего года, в котором будут применяться следующие тарифы и корректирующие коэффициенты. Тариф на медицинские услуги, связанный с предоставлением первичной медицинской помощи, состоит из двух частей – ставки на оплату медицинской услуги и ставки на оплату диагностических услуг, в том числе лабораторных исследований. Таким образом, в случае принятия парламентом законопроекта номер 6327 украинцы получат абсолютно бесплатную экстренную медицинскую помощь, лечение у семейного врача, рода и лечение детей до 16 лет, а также лечение ВПУ вторичного и третичного уровня, паллиативную помощь, лечение инвалидов и пенсионеров, а также больных некоторых групп заболеваний. Единую стоимость медицинских услуг по всей территории Украины независимо от формы собственности лечебных учреждений. Одинаковую, с точки зрения протокола в медицинскую помощь в учреждениях любой формы собственности в полном объеме. Финансовые гарантии государства оплаты оказанной помощи в лечебных учреждениях любой формы собственности. Получение необходимых для лечения лекарств, только по рецепту семейного или лечащего врача. Лечение ВПУ вторичного и третичного уровней по направлению семейного или лечащего врача. В общем, если учесть тот факт, что законы уже приняты, можно заметить, что предлагаемые комитетом парламента по здравоохранению и МОЗом изменения очень похожи на британскую систему здравоохранения, только в Украине она будет с их слов полностью бесплатной. И вот здесь встает главный вопрос, откуда возьмутся деньги на обеспечение этих финансовых гарантий? Если это госбюджет, то как очевидно, что 2,8% ВВП Украины этого не хватит даже на оплату труда медработникам. Если это блюди дополнительные сборы в бюджет под видом, например, обязательного медицинского страхования, то это блюди говорит лишь о том, что государство переложило финансирование медицины на плечи населения. Но здесь опять нет гарантий того, что в медицинском бюджете как и в пенсионном фонде не образуется громадная дыра, в связи с девальвацией гривны или потому что деньги как обычно перераспределят куда-нибудь на более важные нужды. Вот об этом по самом главном пункте молчит сегодня МОЗ. Сколько еще украинцам ждать, пока новые изменения вступят в силу неизвестно, ведь на фоне жесткого клинча комитета и МОЗа, в который они вошли вот уже несколько лет подряд, неизвестно. Время неумолимо идет вперед, а украинцы болеют все больше и больше и сама система здравоохранения уже испытывает предсмертные ритмы. Если сейчас не предпринять радикальных изменений, может быть уже слишком поздно. Подписывайтесь на наш канал МСУКРАИНА и будете в курсе самых свежих новостей и актуальной информации не только об экстренной медицине. Для этого вам необходимо авторизироваться на видео СРСИУК и подписаться на наш канал МСУКРАИНА. Ради вам сообщить о том, что у канала появился свой уникальный адрес ЕМСУКРАИНА1. Теперь наш канал найти очень просто. Смотрите ссылку на экране. Субтитры сделал DimaTorzok